здравствуйте друзья у вас на экранах в городе сан-хосе магазин ресторан дипо тут они пишут вот место где покупают рестораны ну не только рестораны здесь нужен нужно членство членство дают бизнесом вот мы сейчас идем чтобы оформить у меня есть уже по электронной почте я получил одобрение я заполнял формочку на веб-сайте и они дали нам инструкции приходи говорят видите видите какие вы видите тележечки такие да вот не как у людей сейчас для больших таких вот чтобы сразу коробки ставить мы зашли со светланой в отделение для фруктов овощей тут такое значит холодильная такая температура поддерживается эти такие громадные мешки с морковкой до или вот там капуста хотя на самом деле можно брать одну тоже там написано вот одна головка 2 доллара стоит вот такие большущие коробки картошечка до грибы но действительно все такое знаете ящиками вот помидоры мать какие ничего себе помидоры цвет вот как есть такой помидор скажи да так это индюшачья грудка так тут чего такое тоже какое-то мясное тоже индюшачья грудка так ой мама а это просто порезанная наверно она же попарился если таки же грудка так как ветчинка у тебя ну она неплохая конечно вот друзья такие шмотки смотрите красавцы такая ветчина сега и в принципе такого плана и в обычном магазине бывают но это какие-то довольно крупные распасовки такие в упаковке да хотя бы не в коробке знаете видно хоть на что смотришь все ветчинки такие и это тоже ветчинки чего себе пострадишь написано о пожалуйста красавцы такие на самом деле это вполне нормальный размер то есть ничего такого чудовищного здесь нет другое дело что вот такую если домой взять это довольно много но если партии вот может быть тоже ой большие большие так ох ты ж ё-моё колбаска итальянская но много так чего тут 3 доллара за фунт как тебе такая вы не пробовали но чисто внешне очень симпатично о просчета друзья как бутылка прям просчета да а это то же самое но порезанная уже да ну а тут какая то из них написано острая мы такую не хотим нет непонятно вот это она а то есть ты хочешь но не хочешь острая ну вот это острая вот видно перцы я не хочу да да я понимаю это какое то есть не знаю полонья друзья вот там вареная колбаса по нашему а друзья пепперони просчета салами салами салями вот такая колбаска что они с ней делают все в ресторане хотелось бы знать на бутерброды оно неплохо такое на бутерброды друзья а это перчёное что то смотри-ка так так такие вот и ух ты же такая да друзья давно такого в руках не держал ой мамочки а это вот салями всякие итальянское салями вот пожалуйста все по честному а это какая красавица а смотрите друзья вот красавица одной рукой даже не удержать нормально да друзья мясные ряды смотрите как красиво просто эстетическое наслаждение здоровенные шматки мясо да и холодно тут вы знаете я вот в пуховой курточке и тут довольно холодно вы можете сказать Миша а цены цены ниже чем в обычных магазинах но просто имейте ввиду что холодно я не могу тут особо позировать знаете там задерживаться на каких-то конкретных там ценников иначе тут окоченеют до того как смогу закончить наш репортаж о видите что творится жуткое дело вообще громадного размера этот холодильник просто чудовищный текила друзья ну не только не только водочка что тут еще у нас джин да значит такое алкогольное место так ткань чок там вот там наверху бренди ну конечно какой то такой серьезной коллекции здесь не видать хотя там впереди что то есть светлана посмотри мы как раз со светланы и пришли называется светланы так интересно так ну это уже попроще понятно там сзади у меня за спиной пиво такими большими коробками хотя друзья грех жаловаться тут вот и шардоне и совиньон блэнк и разные другие тут всякие игристые понимаем так красненькая пинонуар мерлот я можно жить кабинет савиньон не то чтобы тут их очень много было разных но есть есть вот пишут итальянские французские в общем можно можно нормально а такие здоровенные да знаете как сангрия хорошо они кстати в обычных магазинах тоже продаются прям такие же самые может быть вас друзья всякие масла заинтересует смотрите вот такое аэрозоль да наверное я не знаю вот кокосовая ну это такое мы не используем оливковая пожалуйста так там еще внизу тоже такие здоровенные цистерны видите но можно брать по одной не обязательно брать сразу ящик из виноградных косточек так корова я не знаю что за радость авокадо вот они такие авокадо смотрите бутылячки так оливковая так оливковая еще оливковая такое ой так вообще много разных так чувствуется там есть какой-то выбор хотя я думаю что в нормальном простом магазине там в общем то не хуже особенно особенно если он такой знаете магазин с фокусом на это дело там может быть существенно больше чай друзья вот видите такой коробочкой так Света поставь пожалуйста мы обычно берем по 100 пакетиков а здесь 180 180 в общем ну такие чай коробками такими нормально нормально так нам друзья самое интересное это было как раз в холодильнике честно сказать но мы так продрогли что вышли погреться в магазин в магазине тепло знаете в магазине так и реально тепло вот по сравнению с холодильником да надо сказать что пространство здесь довольно большое вот вы видите в ту сторону вот смотрите да сейчас мы развернемся чтобы вы видели протяженность рядов и вон аж туда такой довольно большой когда заходишь этого не видно в этом когда начинаешь тут внутри ходить то так в общем то неплохо и кроме того оно вверх вы видите много полок и тут ездят такие тележки сотрудники возят которые вверх-вниз так вперед-назад и вот они их подтаскивают а вот друзья такой ряд смотрите слева одно а справа у нас вот еще пошли посмотрим может шоколад там что там с шоколадом так какие-то банки с пудингами орешки что там у тебя маль пекан хорошо хорошо орешки пекан ну давайте посмотрим что у нас с орешками вот они идут вот такие такие сякие они повторяются они не то что там в каждом ряду отдельный орешек так вот мы смотрим макадемия макадемия боже что же они их так подолбали-то кошмар так тут их ага вот шухофрукты какие-то пошли видите абрикосики турецкие написано на семечки тыквенные подсолнечные так это был обещан шоколад ну вот вот такие шоколадные там сколько хочешь всего ну это для того чтобы в печенье маленькие такие так а что это аэрозоль да смотришь карамель какая палитная ага даже не знаю мне кажется обещание шоколада где ну так сироп зачем же мне сироп шоколадки это для готовки так тут ну да это шоколад он действительно такой друзья не такой как мы привыкли с вами употреблять в личных так сказать целях а это такой шоколад для готовки он такой порошком каким-то не поймешь чего так а вот пожалуйста ананаси в собственном соку так хорошо цвет почему мы не едим ананасы в собственном соку там сахара очень много надо только живые ананасы покупать там сахар добавлен я не понял да друзья зря я жаловался на то что нет шоколада вот шоколад шоколадная плитка шоколадная плитка 5 кило как ты смотришь до 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 чоколад шоколад 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 25 долларов мешок а тут какие-то тащи басмати с гималаев тут нам привозить какие красавцы но если поменьше повинить есть и поменьше не обязательно по по 25 килограмм там по 20 грамм вайл трайс до ночи вот друзья мешки с перцем сметь представляю себе это корица так а тут какой-то не знаю так много разновидностей этих перцев наверно драйт чили фастада ну хорошо много-много разновидностей а тут запашок такой знаете идет такое ощущение что сейчас после этого чё-то задышался а тут друзья мексиканская еда ведь там чечевица бабы такими мешками garbanzo beans тоже хороший очень полезный так что тут еще пинта beans да серьезно это серьезно так что тут у нас из тейланда то даже не пойму без очков тут не вижу вот эти наверное а вот эти тамарин ребят я даже не знаю что это какие-то овощи что ли да не сильны мы света мексиканской то пищи китайская это у тебя тут китайская но это китайская да а там написано сверху что мексиканская ведь как и друзья дурят дурят нашего брата так грибочки все такое в коробках вообще надо знать что берешь конечно то есть понятно когда действительно люди в бизнесе они знают что им надо не просто решили взяли и пошли а мы так любопытствуем для вас ну и для себя тоже если что то мы там что-то такое подкупаем быть по мелочи из того что мы в общем-то и так берем вот так для для дома для семьи да друзья такой ряд оказался что слева мексиканская а справа китайская то есть как бы все правда вот друзья ракушки в пакете я думаю я думаю может туда чем-то напитать надо и потом подать клиенту даже не на зачем продавать мешки с пустыми ракушками суши друзья но они тут видно подмороженные конечно вот вы видите это даже не суши а из чего их сделать надо так надо потом надо нарезать материал всякий вообще-то рыбный такой раздел это тут значит скалопс лобстеры так вот здесь вы видите вот они мороженое крабы лобстеры тут написано сверху крабные вот прям настоящие клетки таких коробках так креветочки креветочки ящиками это вот есть поменьше пакеты тоже так боже и брикет их прям да написали креветки латиноамериканские креветки еще какие-то креветки вот они ведь побольше поменьше вот вот эти побольше а вот те какие-то совсем смешные не знаю куда это вот пожалуйста уже вареные вареные креветочки кстати вполне можно было бы так это написано тилапия рыбка такая вот пожалуйста рыбка рыбка тилапия в коробках филе так махи 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 такая рыба на гавайях популярны хотя здесь тоже у нас в ресторан если пойти махи махи обычно есть сибас хорошо сибас очень хорошо сибас так а это что кет пищи голден помпана ребята это одна из моих любимейших рыбок изумительно и изумительная рыбка так сваи честно сказать я даже не знаю что за сваи такие сваи не знаю так это через трески чат у них тут разные продукты салман что тут у них друзья это свежая рыбка это свежая рыбка ой 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 какой кайф ракушке всяких мастей да а это вот там устрицы друзья попрятались видали как вот за 50 долларов мешок устриц а их там 60 штук снова рыбка красавица сыры друзья пармезан но они такие здесь тертые да чтоб там все присыпать а вот уже не тертые вот уже такие вот ухты серьезные серьезные ребят такие увесительные моцарелла хорошо так хороший сыр друзья эта вещь я помню у нас когда собака была она запад сыра вы не писаете с какого расстояния распознавала и какое неистовство это ее приводила а красавец а друзья красавец да ладно боже что они с сыром делают с портвейном сайте с портвейном попьем попьем excuse my french попьем так тоже похоже на ветчину но тоже сыр пожалуйста извращаются друзья просто извращаются сосисочки друзья сосиски наверное с утра уже тут разобрали многое же полки и не очень наполненные ну есть есть сосиски если кому надо сосиски вот друзья из новой зеландии подвезли нам значит халяльные халяльные козы жуть прям берут козу и сюда ну что друзья мы снова вышли из холодильника в теплое место и ноги задубели вот насколько света не собиралась ничего покупать как вы помните вот вот ничего она и не купила пожалуйста вот она копченая форелью эту сверху так ничего и не купила по мелочи интересно на какую сумму а это друзья вот запоминает нам молодость длиннючая длиннючая такая очень так светочка давай мы с тобой будем обсуждать так что ты говоришь здесь было хорошего есть форель розовая форель да это розовая форель она очень похожа на салмана она на лосося но сосиски это форель все вкусно вот друзья ваши блогеры то если ее коптить это получает что-то необыкновенно и у вас в обычных магазинах она крайне редко бывает есть просто я не хочу так здесь была огромная упаковка паунтов на 10 форели так не стала бы я купила такой же форель так уже копченая конечно я сама делаю в меньшем количестве соли более полезно но приходится выбирать в целом впечатления на магазин какой у тебя первый раз тут ну вот нам более предлагал что он нам будет путеводителем наверное с его помощью мы бы там в этих холодильниках не плутали так да потому что так ничего не найдешь я например хотел мне сказали что там есть какие-то говяжий классные языки говяжий какие-то черно-белые какие-то специальные языки и их не нашла не знаю где искать надо точно место знать то что там огромные стеллажи вот этого мяса 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 но где там язык так и не нашли ну ладно за товарища там клубасу который придется дома и разложить по маленьким упаковкам и запаять снова без воздуха чтобы она хоть как-то хранится могла да вы видите друзья как сложно быть блогерам какие расходы иногда бывают вот если бы не съемка этого сюжета мы бы никогда сюда не пришли может быть вот и не не накупили бы вот этого вот тут долларов на 300 я не знаю хозяйство сколько люди покупают они люди для бизнеса берут а мы для дома для себя для какого бизнеса ну что друзья мы уходим потихоньку тоже указ и ставим я такое делаю как бы общий такой круговорот блогера природе нет друзья это не было на 300 долларов это было на 144 так что может быть даже я развыпендривался но это на вдвое меньшую сумму сейчас светлана забрала бумажечку и мы уходим